И уже куда-то, по-моему, собираются поехать в баню. Ладно, нет, это легкий троллинг, но абсолютно спокойный. Ну и ждем начало. Итак, ДЦ, выбор команды Unstopped. Напомню, первые два матча выиграли парни. 2-0 выиграли RockSkiss, мы видели. 10-2, 10-2 и, по-моему, 10-7, 10-1 или 10-7, 10-3 выиграли матч против RAF, ребята, из Unstopped. Все понеслось, смотрим. ДЦ. ДЦ. И, конечно же, Unstopped играют здесь довольно непонятно, точнее, как они будут играть. Хотел сказать что-то хорошее в парнях, но непонятно. Очень жесткая солянка, которая сейчас будет разбираться между собой, кто здесь главный. 15-летний капитан, вот самое важное. И который делает первый фраг в этом матче, забирают мини-бобби, минус от фарша в районе длины. Ну, сейчас вообще будет две веселых карты у нас, ДЦ, ВВГ. Unstopped RockSkiss. Ну и что-то будет интересно. Трудно назвать там команду Unstopped сейчас полностью украинской. Здесь большой микс по игрокам идет. Ну, давайте смотреть, что предложат нам парни. Опять же, напомню для тех, кто недавно подключился. Без инфы комментирую, не могу говорить, кто где. Илало, минус, посмотрите, 5 в 3. Очень хорошее начало для Unstopped. Может быть, действительно их не остановить. Сейчас узнаем. Ксид, минус фарш. 4 в 3. Ну, вот тут... А, видел Илало. Я видел, что он был на планте, но нашел в этом Ксид. Еще одного отыграл, отжал. Ну и теперь... Ну что, Дэмки Мувики. Вот этот, конечно, опасный персонаж может сейчас нас очень сильно удивить. Ну, давайте смотреть. 3 в 3 ситуация. Смотрим за продолжением. Негатив, Радагас и Ксид. Рекорд, Кракен и Лаки Крам. Рекорд. Все начинает... Ой-ой-ой, это да, это в стиле рекорда. Мы уже таких моментов насмотрелись. В доме голова, минус Радагаск. 3 в 2. Вообще Радагаск очень хорошо отыграл предыдущие 2 встречи. Ну, а сейчас очень интересный соперник. А, Дрим Тим все-таки обыграли. Я немножко перепутал. Ансаб и Дрим Тим обыграли. Ребята, сори. Минус от негатива. Забрали рекорда. Крам и Кракен остаются вдвоем против Ксида и негатива. Но у них есть все-таки преимущество по Апленту. Но не попадает. Сейчас Чита, Крам поразменял. Взбили Диффуз и 1-0 в пользу Ансаб. Вот такое непростое начало в этом матче для Роксов. 1-0. О, убивашка приехал. Привет тебе. Я тебя заметил сразу. По улыбке. Ну, смотрим за продолжением 1-0. И опять же первая карта в противостоянии Рокс с Ансаб. Очень интересно все может получиться сегодня. Потому что как-то чудесным образом команда Ансаб выигрывает все матчи. Пока еще не проигрывали. Ну, в принципе, пока что Роксы тоже не проигрывали. Вот настало время разобраться между собой, кто здесь папочка. Ну и, конечно же, в плей-офф еще Майн присоединятся. Я думаю, в эту борьбу. Да и Гетаганги могут побороться. Посмотрим, как закончатся сегодня группы. Пока без минуса. 2 минуты, 17 секунд. Все спокойно. В принципе, не очень. Готхант, первый фраг. Минус Кракен. Ну, видите, М200 не получил. Но у него и есть. Такой девайс пока что. И он хорошо его использует. Кто-то, наверное, пытался там в районе Мидла ворваться в коробку. Но был наказан. Это был Кракен. Возможно, была перестрелка с Респа, скорее всего. Потому что убил он М200 другое. Ну что, смотрим за продолжением. Что ж творит-то? Готхант рекорда забрал. Да, сейчас поувереннее стали Роксы без ошибки в начале раунда. И теперь уже 3 в 5 играть нужно команде Анстап. Это мы сейчас увидим, что здесь происходит. Вообще, минус Лакик Рамы, Лолон и все. Очень много внимания. Забрал, но... Это не привело к успеху. Ну что, демки, мувики, фаршик. 1, 5. Опа, вот сейчас действительно из него котлету сделают. Так, мини-моби совершил самоубийство. Опасно. Где-то шлепнулся. Смотрим, 1 в 4. Ой, Готхант, отличный раунд. Раунд Готханта, можно сказать. Минус 3 с М200. 1-1 счет в матче. Посмотрим по фрагам. 3 фрага у Готханта, 3 фрага у Кситта. Ну, 2 фрага у Лайки Крама. Кракен пока что без гнусов. Смотрим за продолжением игры. Довольно пока что аккуратно играют обе команды. Нет у нас суперагрессивного диффанса. Нету быстрых аркад атаки. Да, они, наверное, на ДЦе не нужны. Ну, минус от рекорда, минус мини-моби. Но здесь вот такой есть человек. Негатив как-то он пробежал. Ближе к Респу сейчас. Со стороны Плэнта, альфа. Минус от Ксита. Минус от Крама. 3 в 3. Смотрите. Ух ты, Готхант попадает, не пуская длину. Но здесь будет тяжело. Да, здесь же мы помним. Негатив до сих пор остается. Рекорд тоже. Ну, в принципе, я бы сказал, что два лучших игрока. Одни из лучших игроков в Украине. Это рекорд. Негатив. Ну, также, конечно же, стоит там игроков в гетаганг отнести. Да, много есть хороших, опасных людей. Но вы видите, что Готхант продолжает попадать. 5-1. И это его фраги. И 2-1 с счетом матчем за Роксами. Но, если честно, я больше борьбы все-таки жду на ВВГ. Мне кажется, вот там вон саппет будет больше шансов. Пока, конечно, в ДС не стоит опускать руки. И, конечно же, только начало. Надо набирать раунды. Довольно интересная страта у Роксов. Тут присутствует. Мы видели в онлайне очень много интересных раундов, когда они и Альфу пытались отдавать, и многое другое. Но сейчас посмотрим, как они будут действовать. Ксид уже забирает Кракена. Плюс 1. Защита в меньшинстве. Давайте, наверное, вот тут посмотрим, что сейчас будет происходить. Буду больше показывать позиции. Меньше говорить, к сожалению. Но ничего. Это не страшно. Так, мы видим с ЦКФ. Кто-то перестреливается из Роксов. Довольно аккуратно пытается играть. Атака нигде не показывается. Минута 50 секунд. Время, в принципе, до полно времени. До момента с бомбой. Да, он тут на ноге пытался промчать фаршик на костылях. Но не прошло. Попадают. Попадают очень четко. Смотрим за продолжением раунда. 3 и 5. На 2 умножилась сейчас сложность раунда для команды. Unstopped. Got Hunt. Снова попадает. Dicoxid минус Kram. Lucky Kram. Остался 1 и 5. Да, последние раунды не очень удачные для Unstopped. И снова Роксы взялись за дело. Не, тут нужно быть мега-папкой, чтобы такой раунд потащить, конечно. Все. Заметили парня. Вообще здесь пройти было нереально. Здесь просто жесткая засада. Три дуа там было наведено на эту альфу. И, конечно же, жесть. Без шансов. По статистике. Что можно сказать? KSID 7-1. Got Hunt 6-1. Ну, мини-моби пока что не убивает. И, в принципе, как и Кракен, они пока что с нулем. Рекорд минус негатив. Так, это опасно. Все, рекорд полетел. Вот такие моменты часто я видел в онлайне. Этот парень может включить рога, одеть рогатые шлемы, просто врываться в безумную аркаду. 5-4. Проблемы у Роксов. Пока что минимальные. Но если сейчас будет минус от атаки, то действительно проблемы будут большие. 5-3. Это мясо. Это мясо. Здесь минус от Родогаска. Важный. Важный минус. 4-4. Кракен не промахивается. В большинстве атак 4 на 3. Бомба уже стоит. Смотрим за выбиванием. Но нужно вот этого парня показать. Его уже увидели. Минус 3 от Unstopped сразу же. И все четко. Фарш отлег на себя внимание с района длины. И там парни спокойно разобрались. 3-2. Рокски с Unstopped. Первая карта в этом противостоянии. Следующая будет ВВГ. Скорее всего, уже по традиции парни будут играть без паузы. Ну давайте смотреть. За продолжением. Все этого непростого дела. Рекорд снова сбирает первый фраг. Минус ксит на этот раз. В районе длины все это дело произошло. Но теперь будем смотреть за продолжением. Смотрите, что происходит. Здесь уже рекорд с рефрижератора. Чуть с моббитом не снял. Опасно. Опасно было. Плюс 1. Плюс 1. Смотрим за тем, что сейчас придумает. Ансаппет. Ну и как, конечно, будут защищаться. За счет чего будут защищаться Рокси? Ну вот и видно, за счет чего тут будет. Отличный выстрел. Автомобиль. Рефрижератор. О, боже. Наконец-то я начал обращать внимание на эти надписи. Оп. Так. Оп. О, тоже неплохо. Ну, негатив там сделал свое дело. Минус 2 и сравнял количество игроков. 3 в 3 сделал. Все. Все, что нужно было ему сейчас сделать. Потому что его могли с пулей сбрить. Но он не так прост. Бомба стоит. Лаки Крам. И Лоло. И Кракен остаются. Минус от Кракена. Минус Годхант. Вот кто-то его сейчас поймал. Наконец-то Годхант этого бешеного. Мини-моби и Радагаск вдвоем. Кстати, И Лоло вышел из минусов. Вот Мини-моби. Пора, по-моему, первые фражки уже сделать. Кракен минус. Мини-моби 1 в 3. Опасно. Есть первый фраг. Но И Лоло уже сзади. И 3-3. Сравняли счет. Анстаппет. Как хорошо у них получается. На лане сейчас стоящие. 3-3. И еще 3 раунда до конца первой половины. Нет, тут интересно. Ну, зная, конечно, Роксов. Можно понимать, что они будут очень неплохо атаковать на ДЦ. Карта позволяет. Но, в принципе-то, в таком матче, на лане, в финале Intel Challenge. Здесь, в принципе, в любой игре там какой-нибудь команды нету. Там сильных сторон, слабых сторон. Это финал. Здесь может быть все, что угодно. Фарш снимает Годханта в центре. И первый раунд. Первый фраг, точнее, опен фраг делает атаку. Ну, вот тяжело защищаться в меньшинстве. Вот всегда. Даже 5-4 очень тяжело. 4-5. На любой карте. А Тим Буфарш. Вот что творят 15-летние задроты. Вы посмотрите. Минус 2. Минус от Лаки Крама. Что происходит вообще на карте? 5 на 2. Анстоп от большинстве. Мини-моби. И Радагаск. Ну, может быть, мы в онлайн-части не такое видели, что происходило. Там и 1 в 5, и 1 в 4. Поэтому давайте посмотрим. Ну, сложная ситуация. Тут, конечно, не должны на лане такого допустить. Но... Ой-ой-ой. Кракен забирает Моби. Радагаск. Все. Забрали его рекорд. Он забрал фарш Радагаск. Но 4-3. Анстоп от вышли вперед. Вот все, проклятие сняли уже окончательно после предыдущей игры. И 3 матча подряд на сцене со счетом 10-2 у нас уже не будет происходить. Здесь уже 5-4-3 в пользу команды Анстоп от. И все очень интересно. Все очень интересно. Но мы помним еще, да, с российского финала World Cyber Games, что, в принципе, на ДЦ можно бороться с Роксами, учитывая тот факт, что, допустим, у них новый игрок Радагаск. Но неделя буткемпа, в принципе, должна была поработать хорошо. И, в принципе, команда должна нормально себя чувствовать. Рокс в хорошей форме, ребята. К компам привыкли. Я думаю, лучше, чем остальные. Но все равно я смотрю, Анстоп от молодцы. Молодцы. Есть первый минус. Ксид. Не позволяет сделать атаки первый фраг. Забрал фарша. 15-летнего капитана этого микса Анстоп от... Есть у нас еще 15-летние игроки. Еще панда у нас присутствует. Также очень неплохо попадающий вчера. Вот я, опять же, повторюсь. Ну, сегодня ему не позволили Роксы попадать. Теперь уж очередь второго юного игрока. Давайте уберу эти штуки. Я имею в виду никнейм. И так уже закончим с раундом. Именно так. Да, задымилась альфа. Мы видим тут дымы. Пока без фрагов. Кракен минус Радагас. 4 в 4. Ой-ой-ой. Что ж творят эти Анстопы-то? Посмотрите. Они, по-моему, серьезно взялись за игру. Но негатив уже появился где-то в районе точки. Поэтому Кракен еще фраг. Смотрим, что там происходит. Кракена защемили в коробке. Рекорд и Илало. Ну, давайте смотреть. Ага, вот так вот. Ну, хорошо. Смотрим. Рекорд забил. Ой-ой-ой. Просто зажал. Набежали. Набежали на патроны. Четкий зажим от Рекорда. Также поработал и Илало. И это уже 5-3 в пользу Анстопы. Вот это серьезно. Ну, что последнее? Если 6-3 сделают, это будет вообще супер. Вторая половина. Хорошо. Хорошо. И сейчас играют Анстопы. Нам уж стало интересно. Потому что пока что в мире поинт-бланка, особенно в СНГ, все сводится к тому, что Роксы всех бьют. Такое очень редко увидишь вообще. Что происходит? Вот такая игра. Да, вернем. Ники. Лаки Крам с гранатой собирает Ксита. Плюс один для атаки. Что-то вообще. По-моему, Анстопы опять же изведали каши от Нави. Очень сильно играют. Сегодня. Сейчас. Прямая трансляция, ребят. Финал Intel Challenge. Девятый сезон. Когда такое увидишь? 5-3. Анстопы выигрывают на первой карте. И это только групповой этап. Нас еще ожидает завтра горячий день. Вообще будет все жестко. 5-4. Нет, 5-4. Смотрим. Мидл под хае. Не получилось. Родогаск. Негатив. Два хэдшота. И очень быстро эти ребята наказывают. Если ты им сразу с пули не ставишь, то все. С Атаксами только так нужно играть. Ставить просто с патронов там. С первого, со второго. Не убил. Извини. Ты фарш. Ну вот и фарш появился, кстати, на карте. Забрал мини-моби. Два в три ситуация. Че, посмотрим. В принципе, что племянник доброй феи будет делать на карте вообще. Племяшка. Вообще нужно еще с феей пообщаться. Все-таки интересно, как не такие игры смотреть. С одной стороны племянник. С другой стороны, я не знаю. Будущий муж. Поэтому тяжело, тяжело. Да, 5-4 до минимума сократили оставание Роксы. Ну, вы видели, что там очень в середине этого раунда ключевые фраги такие пошли. Ну, и не взять. По холцам было видно. Фарш красный. О, кто-то там тащит очень жестко в зале. Молодцы, молодцы. Тащите и дальше. У нас 5-4 за ансапад. Но им теперь нужно будет защищаться. Я думаю, у него негатива там в рюкзаке с тактиками. Точнее, в его мега толстом. Даже не знаю. Букварем это не назовешь. В энциклопедии тактик по имбланкам. У него есть большой запас. Ну, называется это правильно в киберспорте. Плейбук. Ну, допустим, многие КС-команды топовые. Действительно, с такими довольно толстыми блокнотами на ланы приезжают. Особенно это касается команд, допустим, МТВ. У ребят действительно большие блокноты. Они постоянно их перечитывают перед каждой игрой. Там в почте просто нереальные вещи. Ну, в принципе, блокноты им уже не нужны. Все есть в интернете. Но там, ребята, в каждой команде, в каждом раунду расписано, что делать в каком раунде. Просто по счету. Родогаск забирает рекорда. И проблемы в самом начале второй половины у команды Unstopped. Ну что, Роксы сейчас попытаются, конечно, уже просто в начале смести Unstopped. Сбить эту стартовую, я не знаю, пруху. И даже не знаю, как это описать. Все-таки я приблизительно понимаю, как могли готовиться Unstopped. А как? Да никак. Так. Собрали микс. Бежим туда, бежим туда. И просто попадают хорошо. Конечно, рекорда сняли. Это одна из основных, конечно, боевых единиц команды. Но все остальные парни хороши так же. Поэтому смотрим. Ну, увидим Альфа Демит. Альфа Демит. Смотрим, что сейчас будет. Куча прострелов. Война. Бомба стоит. 5-4 атака в большинстве. И очень сложно сейчас будет Роксов выбить отсюда. Очень сложно. Они уж такие раунды, наверное, не отпускают. Хотя, кто его знает? Давайте смотреть. Есть время. Нужно просто точно по оппоненту. Уже все. Минус от Годханта. Подождите. Фарш зашел в точку. 3-4. Ксид. Лаки Крам и Лало остаются вдвоем. Ну, тут уже на фарш они идут сейчас. Лаки Крам последний. Нет, дал минус. 1-3 остался. Времени уже не так много. Все, забирает его Ксид. И это 5-5. Ничья пока что в матче. Давайте вспомним предматчевое интервью от Негатива. Что он сказал? Что он... Ну, 10-5 может быть. Если сейчас, конечно, атака пойдет так, как это планирует Рокс Кис, то действительно счет 10-5 реален. Но я уверен, что анстаподы попытаются. Попытаются отстояться. И, конечно, очень много тут будет зависеть от такого человека, как Крэкорд. Потому что именно этот парень погиб в предыдущем раунде. И, конечно, он очень хорошо стреляет. И вообще очень... Ну, нравится его скилл. Двигается. Вообще молодец. Ну, фух. Чуть не антиреклама не произошла. Хороший поджим. Кракен минус 2. Рекорд минус 2. Да, не ожидали увидеть здесь рекорда. Провтыкали поджимчик. Там никого не было. И 6-5. Вообще зарешали. Кракен. Фаршик сделал минус. Кракен 2 минуса сделал. И рекорд минус 2. Ну, рекорд, как и в прошлом раунде, он просто врывался на поджим с Альфу. Летел в Контровский в рез по атаке и просто поджимал спину. Рекорд снова минус. Негатива забрал. И снова поджим от рекорда. Что он утворяет? Эти 2 раунда, да, в первом не получилось. Но дальше все идет. Фарши забрали. Готхант. Наверное, где-то ЦКФ, скорее всего, забрали фарша. Я, честно, не знаю. Где это было. Но еще хочу вот сюда посмотреть. Смотрим. 4 в 4. Понятно, Рокс, спешить не буду. Тут, конечно, нужно контролить карту, контролить инфу. Контролить место положения соперников. После этого пытаться делать раунд. Так, нашли кого-то они в ДЛ-Кафе. Да, мини-моби сразу же забрал. Это был Лаки Крам. И 3 в 4. Сложно сейчас будет парням. Из анстапа спрыгнули на негатив. Это был Ксид. И Лоло дает минус. Уже в большинстве защита. Нет. Готхант с питона забрал красного рекорда. И 2 в 2. Кракен, Илоло, Родогаск и Готхант разыграют этот раунд. Смотрим. Мясо. Даешь мясо. По-моему, этот парень не жилец, если честно. Шара. Повезло. Ну, теперь уже не повезло. Забрался Родогаск к пину и сдал. Сдал 2 минусом. 6-6. Начало миссии. Лютая игра вообще. Класс. Вот такие игры мне нравятся. 6-6. Уже даже 10-5 не пройдет. Вы посмотрите. Летающие. Просто, конечно, нестандартно пытаются играть анстапы. Тут нету таких традиционных раундов. Здесь есть летающий рекорд, который 3 раунда вливался в стрит. А потом уже от размена вот первый раз не получилось, второй раз получилось. Непонятно, короче. Непонятно, что будет происходить сейчас. Пока все живы. Небольшая там война на Альфе, но пока ничего серьезного. Это уже привычное дело. Оп. Родогаск. Без головы. Да вообще, он уже мертвый. Минус от рекорда. Он снова попадает хорошо. Этот парень из непропасения. Негатив ответил с другой стороны. Минус Кракен. Крюков, поздравляем тебя. 100 тысяч очков получил. Ну и 4 в 4. Какая-то перестрелка там в районе пары, чем я видел уже, что он пытается защит от кого-то отстреливаться. Крам. Хедшот. Забирает мини-моби. И появляется здесь рекорд. Забирает негатива. Вообще, 4 в 2. Жесткий анстаппет. Что вытворяют? Ксид и Годхант вдвоем против четверых. Ну, такие раунды нужно аккуратно. Игра не попадает. Годхант. Фарш сразу же наказывает. Знают, где, по-моему, где находится Ксид. Либо нет. Без понятия. Крама забрал Ксид. Все. Знают, где Ксид. 1 в 3. Минус от Илолой. Раунд за анстаппет. Они снова выходят вперед. 7-6 за анстаппет. Лютая война вообще. Лютая война. Начало миссии. Жесткий микс. У команды анстаппет. Действительно. Рекорд 6 на 2. Жестко сдает. Да, этот парень, конечно, тут выдает нам. Фарш забрал мини-моби. Первый фраг за анстаппет. Что происходит? Это в районе длины было. Бешеная 15-летняя котлета. Очень неплохо играет. Так, минус от Лаки Крама. Минус Ксид. Ой, какой контакт здесь. Еще 3 фрага уже от анстаппет. Один остается негатив. Но с ним лучше не шутить. 1 в 4. Ну что, дэнки мовики? Или нет? Или будут играть как по учебнику сейчас парни из Ан... Так. Контакт. Рекорд негатив. Кто кого? Пока что... Ну, знают, где негатив. Рекорд аккуратно пытается играть. Пытаются сейчас зажать здесь негатива. Да, задавили. Минус от рекорда. Еще 8-й раунд для анстаппет. 8. 8-6. Тащат пока что. Начало миссии. Уже на 2 раунда анстаппет впереди. Рекорд 7 на 2. Да, ну я... Ну не зря он попадал в последние 2 выпуска топ-10. Ну, попадает, пацан. Просто попадает. А вот сейчас попал Годхант. Минус рекорд. Так, тяжело будет без него. Смотрим. Но есть еще тут игроки. Вообще, мне все нравятся анстаппет. Все как-то попадают. Все сегодня молодцы. Сейчас посмотрим, что здесь может произойти. По фрагам хотел посмотреть. 7 на 3 рекорд. Фарша забрали. Ой, как развели. Хорошо. Негатив отвлекал. Ксид бил дубиной по голове. 5 в 3. Атака пока что хорошо себя проявляет. А вот негатив не прочекал нубское место. И наказали его в спину. Посмотрите. И Лоло выживает пока что. Здесь уже хелпа должна быть. Касса. Есть игроки там. И Лоло пытается как-то выжить здесь. Себя взорвал. Ой-ой-ой. Лаки Крам делает минус. Крам еще минус делает. И же 2 в 2. Ситуация. Как-то Крам. Годхант не промахнулся с М200. И Кракен 1 остается. Бомба была установлена. Это была флэш. Повезло. Это была флэш. Ой-ой-ой. Вы что делаете вообще? Что делает? А, Годхант за кассой был. Я вообще думал в окне. Ну, Роксы берут раунд. Роксы берут раунд. И у нас снова всего лишь... Опять же, один раунд между командами. Хорошо. Смотрим дальше. 8-7. В пользу команды Unstapped. Лаки Крам. Unstapped. Опять первый фраг делают. Жестко они играют. Посмотрите, что они вообще вытворяют. Так, перестрелка. Небольшая. Там опять снова рекордом с негативом решили постреляться. Но в этот раз безразменно все закончилось. Радагас забрал Крама. 4 в 4. И 2 минуты 13 секунд. 4 в 4. Пока все тихо. Вот тут сейчас вообще каждый фраг просто на вес золота. Мы понимаем, насколько важны эти игры для команды Unstapped. Потому что непонятно, что у них будет в последнем туре против своего третьего соперника. И там не факт, что они смогут что-то выиграть. Хотя с такой игрой они многое могут выиграть. Но все равно сейчас бы 3 очка забрать было самым идеальным вариантом. Хотя бы на одной карте. И как бы 2 раунда до победы бы вроде бы. Но мы помним, в финале ВЦГ России там тоже такая ситуация была. Кракен минус, Радагаск минус. 3 в 3 ситуация. Продавили Б. И Лоло минус делает. Ой-ой-ой. Вдвоем Радагаск и Годхант остаются. Фаршик еще жив. Вы посмотрите, что происходит. Лоло, Фаршик и Кракен. Бомба уже стоит. Непонятно, почему сейчас под этот проброс вот этот человек не вышел. Смотрим. О, очень важно. Фарш минус. Радагаск 1 в 2. Радагаск 1 в 2. Фарш. 15-летний Фарш. Как минимум ничью. Как минимум ничью делает для команды Анстаппет. 9-7. В пользу бешеного Амикса из Анстаппетов. Ну что, 2 матчпоинта. 2 матчпоинта у Анстаппет. Максимум на этой карте Раксы могут взять ничью. Им нужно брать 2 из 2 последних раундов. Сейчас любой фраг все решит. Даже первый. Да, я думаю, после такой карты будет перерыв хотя бы 5-минутный. Потому что парни, обе команды очень сильно напряглись. Первые 30 секунд без фрагов. Фаршик забирает Год Ханта. Радагаск ответил сразу же. Минус Кракен. 4 в 4. Какая встреча. Ой, какой тайминг поймал рекорд. Ой-ой-ой-ой. Минимоби забрали. Забрал рекорд Эксита. Что сдает рекорд? Радагаск. Хэдшот. Хорошо. 3 в 2. Анстаппетом просто 2 фрага. И они забирают 3 очка у Раксов. Вот это будет... Все-таки это все равно будет первая сенсация. Никто не ожидал, что кто-то может выиграть хоть и карту у команды Рокс Кис. Сегодня Лаки Крам минус. Негатив 1 в 3. И Фарш берет раунд. Анстаппет побеждают на первой карте. И забирают 3 очка у Раксов. Вот это да. 3 из 3 пока что. 3 из 3 у Анстаппет. Ну что, ребят, давайте 5 минут, наверное, отдохнем все-таки между картами. Сейчас было действительно все жестко. Я думаю, командам есть что обсудить. И Рокс Кис, и Анстаппет, что делать на ВВГ. Победила синяя команда. Победила синяя команда. Да, 5-минутный перерыв. В эфире стрима, наверное, будет реклама. Ну а мы пока что все отойдем от этого матча. И сейчас вторая карта будет, по-моему, еще жестче. Трансляцию матча Intel Challenge представляют.